доброе утро друзья вчера доел арбузик это было лень выкидывать мусорку хорошо когда есть рядом мусорки кстати на воде вчера так как изучал правила то прикольно том что там такие штрафы неплохие выкидывать мусор за борт даже и такие так что все надо собирать его здесь потом будет на сушу воды есть привкус я сейчас решил что спущу танк и вот один кран открыл второй кран открыл надо еще раз его промыть и может даже несколько раз как у меня спицы которая есть а то она испортится приходится есть решил сейчас еще раз выкачать воду потому что есть запах и здесь есть немножко но это я сейчас шланг пролил вот это прикольная система расширительный бачок это шланг это вода которая обратка уходит а точнее наоборот он сосет воду надо его сейчас подсоединить чтобы в дальнейшем естественно набирал воду когда ты двигатель заведешь да и вообще во многих вещах в яхтинге ставят на два хомута чтобы понимали и знали правда вот но здесь может быть в расширителе это не так важно но например вот шланг который всасывает воду естественно он обязателен с двумя хомутами нашел что вот здесь есть некоторое подсекание видите силикончик водичка видите подкапывает надо в эту часть на рыбак сеткой перемазывать есть место где отсекает так то шланг вроде все остальное больше сухой видите какая фишка это сливные сейчас я включил помпу и она не справляется то есть получается что если морская вода снова попадает он они так быстро может уйти эти вода набирается я сейчас выкачиваю воду с туалета с ванны потому что сливаю и надо построить прочистит наверно что ничего не выявило я думаю что можешь попробовать какой-то химии или ну из которой тебя прочищать трубы это ничего не помогло здесь нету прямого доступа потому что вода куда-то вот сходит сюда и потом здесь уходит понимаешь что такие болтики нужны и запасные мало ли что-то уйдет то есть это все надо как-то по накупать всяких болтов у нас течет вода и сейчас решил попробовать сделать вот так и что помпа такая что-то я не понимаю какой принципе нужно выкачивать ну вот резинка наверху подсекает помпы здесь то помпа все целое вот резинка есть по идее должна выкачивать джун джун сюда видите шланг идет нас трюма должна брать воду и выгонять вот сюда а потом с этого расширителя суда ничего не понимаю включаешь помпу откачать здесь почему вода не уходит там видно засорилась что-то были где-то вот здесь засор там внутри что-то попало грязь это понятно но там еще какая-то типа в общем там есть какая-то фигня которая сюда попала периодически когда выходит вода на ее перекрывает зараза я не понимаю какой принцип там внутри этой штуки ну в общем я все собрал ту конструкцию прочистил грязь убрал а все равно вода нифига не идет тестируем тестирую арбуз я разобрался там засор был такой прямо клок грязи волосы всего подобного девушки почему у вас так собрали мы солны сами в общем сейчас все нормально пошло пытаюсь достать волосы волосы такая гадость вроде разобрались все пытаюсь промыть свою систему все наберем еще на воды смотрите там день рождения у кого-то вечеринка что друзья нам надо сейчас почистить фильтра потому что здесь тоже всякая гадость есть промыть их чищенуть и будет все отлично и зубная щетка я уже понимаю что я делаю что как все происходит вся весь процесс работы так сейчас мы ее еще раз прогоним всю воду чтобы не было запаха что потом случае на крайний случай чтобы это потрату через фильтр она можно было пить так ну что танк вроде бы промыли сейчас мы еще раз прогоним его насос пошел да будет вода да 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 здесь все перекрыто перекрыто пока час давление наберет накачает всю систему я все сливал цену какой-то запах есть от нее попробуем как работает духовка я он ее подпалил все он там пошло гореть все сейчас мы подогреем там пиццу почему бы нет опачки сижу и тут у себя на яхте тут чувак раз и вдарил в тачку работает духовка все работает так приятно мне вот нравится вот за этим столиком раз так чик поставил здесь вот все пожалуйста кока-колка правда ее не надо пить но ничего не поделаешь и пиццу конечно друзья сейчас вкусняха будет так только дощечку положу как поменять масло в двигателе нужна вот такая фигня это помпа сейчас мы будем устраивать устанавливать ставим включаем свет закрываем дверь включаем здесь свет вот видим что у меня здесь еще свет есть видим что у меня здесь мокренько это на самом деле вода у меня сегодня лилась помню да вот цепляем такой классный фонарик появился после этого видите у нас есть щуп вытаскиваем щуп вот она маслица сейчас пока мы устраиваем чтобы все вытереть и начнем выкачивать вот сюда масло займемся я заодно еще сдаю сразу тест тут надо определенное время ждать пока переключить другую страницу типа должен прослушать так взяли мои салфетки вот наш щуп вычистили его положим пока нам не нужен теперь у нас есть вот такой шланг мы должны его проект просунуть вот в этот пазик это куда вставляется щуп вот так и выкачивается масло таких дизелях чем падать просовываем его воткнули после этого у нас есть вот такая крышечка открываем вставляем вот сюда ставили и теперь монотонными движениями создаем давление ничего не происходит о смотрите пошло масло все теперь ждем наполнение и все готово давайте его потрою протрем пока что чтобы не заляпаться тоже ляпаюсь хорошо у себя на яхте в трусах можно ходить а пока ответим и продолжим дальше заполнять нашу анкету по правам такие фильтры идут это фильтр gold я думаю что фил топливный вот он он самый легкий это масляный и еще один масляный два масляного фильтра универсал двигатель вот мы видим и это такой универсальный можно попробовать их купить топливных должно быть несколько штук потому что бывает очень часто при качке забивается парафином видим что здесь так а здесь у нас получается скорее все будет этот этот не идет значит скорее все будет под топливные откручиваться а этот надо будет руками крутить у нас есть набор инструментов которому уже приобрели еще не юзали красота а еще нам надо с вами заменить вот такие болты вроде как это этот болт я сам не уверен но они здесь есть такие которые чтобы не ржавела вся система ржаветь специальный болт нет обычный болт это ладно ну вот как бы мы его и заполнили не знаю как еще может быть больше надо высосать я че-то мануалом еще пока сложно понять сейчас будем сливать а заодно друзья я уже качаю на переходы чтобы у меня были видосы вот хороший фильм interstellar пассажир такую коллекцию можно иметь теперь друзья у нас идет поиск бутылки нам надо слить теперь старое масло куда-то в другую бутылку и нам найти куда идем искать бутылку тут веселье у них кафе занято там он какая-то вечеринка детская что-то или просто какой-то громе а это свадьба второй день точно смотрите какая спортивная лодка люди как она широкая прикольно здесь румпель такой прикольно лодочка ну вот реально спортивная такая заточная вся чтобы валить и валить распорах хотите сколько к вооружение чтобы нести так и нам надо искать здесь даже замки какие-то кто-то себе купил что это такое да да можно тоже сделать мангал газ стоит очень удобно вот смотрите какой классный винт видите раскрывается когда ему надо работать он крутится а когда не надо он складывается и все нет никакого сопротивления тема тоже кстати лодка такая смотрите легкая длинный киль пюро такое легкое прикольная тема видите как мачты хранятся здесь есть и скрутки и такелаж и вот пожалуйста ланты прикольная тема веревки все это такое набрано сума вау вау столько всего нужного вот кузики пластика кстати многие сказали что кузик пластика ни в коем случае а мне надо бутылка чтобы слить масло а вот как выглядит мачта наверху то есть у нас есть вот здесь ролики можете их видите потом да и проверить вот завтра мы понедельник можем это направление ветра здесь нету такой штуки которая крутится показывает ветра это я так понимаю что какая-то антенна вывезена и вот такая длинная дура а вот эти купола можем видеть не купола и знаю как назвать по-другому вот эти части это радар вот это радар а это мы можем узнать передал не знаю что такое в общем вот вам мачта тоже в таком исполнении очень довольно серьезная лебедки такие у нее хорошие стоят скрутка кабелей 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 столько всего вау мачте сильная а деревянная ведь тоже забавно деревянная лодка деревянной мачтами что пошаримся по мусоркам может здесь вот какая бутылка вон эти бутылки есть нити большая одна вот не как раз и она и нужна а тут такой porsche стоит видите погнутая штука все это ванта с креплением она уже ей жопа ну и как например здесь он мачта и такая не лайка это старая поживешь и надо по утащить может быть что-то можно спросить может можно скрутить есть канистрочка мы ее попробуем использовать эти тут всякие трассы на завтра тоже уточнить может это ребята выкидывают и можно порыться чего-нибудь нужных ништячков вроде бы же нержавейка вот почти 4 литра залили я думаю что 4 литра и замена будет двигателя масла сейчас еще докачиваю посмотрим сколько еще войдет по нам надо поменять это у нас фильтр фью фильтр это мягкой очистки какой-то да есть еще грубой очистки у нас есть вот такой ключ откручиваем вот у нас топливный фильтр сейчас мы попробуем посмотреть как он вообще я бы скажу он довольно свежий теперь мы ставим другой топливный фильтр теперь открываем горловину заливную и посмотрим здесь по идее даже написано быть какое масло 10 в 30 д здесь вот 30 градусов а вот сколько его лиц непонятно ну ладно теперь друзья нам надо залезть сюда вот здесь видите вот он фильтр надеюсь увидеть снизить вам покажу и теперь его нам надо как-то открутить не какой-то очень длинный такое ощущение что не так откручивается нет накидной значит так забавно а что у нас есть вот грубые очистки фильтровить его вот он находится вот здесь крепится попробуем сейчас его открутить в общем выкрутил и фильтр оказывается он маленький у меня такого фильтра нету надо его теперь эти покупать 10 34 брожу как иногда как положу как куда-нибудь инструмент где удел но люди тусят а странно делал же шланг недавно был крокодил куда его дел крокодил главное лежит на самом обидно месте у меня там один фильтр не получается снять вот смотрите анализирую похож похож вот он так значит тут что-то вставляется тут вставляет значит откручивается низ логично все увидели мне кажется так и есть значит эту штуку надо крутить может конечно какой-то болт его держит типа вот этот давайте попробуем этот болт открутить ах макси кумничка да все логично не знаю как вот все счет в трюм какие надо баночки что надо для этого не будешь ты все салфетками цеплят что-то вообще ни хрена не понимаю как в принципе работает донее честно знаете как я понимал что он должно быть там что-то течь но блин чтобы так прямо все текло и что даже не продумано что как это все вот я смогу знать сейчас вот тоже вопрос был я выкручивал масляный фильтр он стоит боком там даже подлезть никак нельзя чтобы что-то еще подставить какую-то баночку его просто выкручиваешь и все пошло в трюм короче на все надо про все тоже такие всякие покупать баночки но ведь и мой первый замена масла в масло и топлива ржавчина есть немного буду пахнуть сегодня моем номере чё поделать приходит все с опытом здесь видите чтобы сливать грязь как будто запаян ну да ладно зато теперь научены что надо купить какую-то тару вот он этот фильтр то есть он просто вот вставляется вот ведь резинка он нашел хомутик слетел надо хомут покупать теперь буду знать что хотя бы его еще взять надо где мой фонарик пошли в глубину так сейчас мы заодно еще попробуем притереть здесь еще надо все это чистить мы это тоже надо день выбрать и желательно это делать когда у тебя вода подключена но крайний случай хотя можно сделать марине когда после того как мы спустим она будет наводиться не стоять я могу и драйвить контролировать оказывается большой фильтр подходит он наоборот большего размера что говорит что лучше будет чистить правда 150 моточасов и надо менять масло 150 моточасов представьте а здесь не в километрах до работает именно часах то есть как и тракторный тофе завел и один час два часа три 150 часов все у меня то есть если ты идешь в сутку 24 часа вот можем разделить то принципе 5 дней а так и где-то у нас 100 грубо 7 дней под мотором замена масла старый хозяин очень много всяких фишечек взял сделал раз вот пожалуйста горловинка кстати надо лампочки тоже поменять все надо все на 12 вольт менять вот кстати наши почти закончилась замена масла первое сейчас мы будем лить rotel shell и поедем в walmart покупать все опять при бомбаса точнее пойдем пешком обратно уже будем добираться на такси что друзья собираемся в дальний поход уже вечер достаточно много здесь машин людей поэтому я решил сегодня не красить не чистить поэтому сейчас мы закрываемся я купил новый замок и пойдем сходим в март купим кругов у нас то что все здесь штука осталось ну и чего нибудь еще масло фильтры будем искать чтобы все было запасе у нас было какие таки было кажется дождь начинается грозная штука такая в гараже прикольно как так свежо и прикольно ведь какая площадка пойдемте попробуем ощутить себя на поле такие ребята вышли мхота мячик но прикольно такое поле поле а здесь видите играют они уже в бейсбол и по идее люди расставлены или вот в этой позиции все-таки это для детей и прыгают бегают по песку скользят или просто тренировка но зрители же все-таки есть значит что-то не просто так такое прикольное местечко о прикольно смотрите и шмуринги а вот там дальше одна лодочка стоит возможно что она стоит на якоре а может нет но суть того что вот как можно парковаться тоже есть места прикольные домики такие видите какой наверх на 3 этаж от лестницы это жесть а здесь он гусь не смотришь на заливчик красиво америка такой прикольный все-таки городок сейчас привыкну к нему уже не захочется от него уезжать я шучу шучу конечно прикольно такой маленький городок кафешки на кафешку красиво сделано такие бары открывающие супер да еще даже и чувак здесь играет кажется и людей даже нету здесь нормально такая циркушка городок такой на самом деле очень уютный я бы сказал бы даже похож немного на скандинавском ты актуз нас рискальная порода большие подъемчики такая прогулка вечером лучше хорошо спалось так тихо уютно и спокойно а я смотрю двигатели на лодку его чувак например у него нету телефона и ему только можно послать сообщение вот я отправляю раз все а вот такой двигатель принципе хорошего состояния меркурий двухтактный 2003 года мало часов ну можно все проверить принципе 3 3 лошадиных силы для двухтактного это ого-го дипа спешит на помощь вы добрались вот кино такого батареек да побольше да побольше вот это я понимаю шпатель так шпатель вот этим наверно бы сдирать было бы проще такой бы ерунда быть почистить смотрите какая здоровая штука я еще думаю как вариант кто-то писал мне вот такая тоже нормально будет что вы сейчас так прямо в голове представилась как я уже буду спускать лодку так стало круто где хочется такую деревянную штучку взять себе на яхту да ну 20 баксов а вот такая пластиковая 10 вот так подумать сколько всего надо еще какой-нибудь фонарик взять нормальный который чтобы был в запасе который чтобы не промокал естественно какие-нибудь хорошенькие такие взять себе будет опять меня такси привезло я взял еще запас воды чтобы был завтра вроде мы забираем друзья мотоцикл можно было вообще конечно вот такой кусок большой взять чтобы она полностью была закрыта пододвинул и вот все рабочая еще поверхность а так получается у меня было главное чтобы она вот так раз вот эта дощечка чуть-чуть мешает или ее подточить будет и все вот она одну и вторую такую же досочку взять и вот все закрытое пространство или же одну большую то есть можно и так как бы мне кажется это более лучше посмотрим теперь сумочка у меня под инструменты смотрите как уютненько эти вот белый свет гораздо поприятнее ну конечно нет это такой более уютное но этот более светлый и экономичным захотелось подобие пельмени но к сожалению здесь только есть равиоли будем их есть сыром ну почему бы и нет так что знаете равиоли сообщает такую фишку что к вечеру почему-то раздувает ветер странно а может они странно не зря мне говорили что нам старайся рифы ставить так вот раздувает ветер и реально яхлечку так подшатывает это очень забавно я закачиваю все видосы готовимся к переходами когда если вдруг не будет интернета чтобы можно было чем позаняться но я так понимаю что теперь не всегда есть чем заняться есть это подмарафетить есть что-то там поделать есть что-то почитать начну изучать книги это здорово скачал мануал на двигатель да и вообще какие-то мануалы многие книжек теперь можно разными вечерами изучать а бы теперь было время сейчас общался своим другом который занимается в новосибирске ботами ботами которые типа вконтакте фейсбуке в группах чат-бот думаю попробовать применить его к себе чтобы немного разгрузить потому что очень много ребят спрашивают потом очень часто ребята дают дополнительно много полезной информации а и не успеваешься изучить что-то копируют где-то что-то проскочил не скопировал вот поэтому надо сейчас немножко систематизировать систему это чтобы ничего не пропускать вот и друзья если вдруг я не ответил не стесняйтесь напишите еще раз честно просто вылетает очень часто из головы сейчас много информации надо все заказывать с интернета все начато где-то что-то вырывать кстати завтра может пойду двигатели нашел один шестители 6 лошадиный подвесной как бы нормальный вроде мотор 350 или 320 долларов хочет мы еще поторгуемся вроде как с танком все рабочие поэтому поедем завтра его посмотрим есть получится и завтра мы забираем мотоцикл а самого утра так мы поменяли все масло проверим только все для стекло само утро мы начнем заниматься с вами зачисткой кстати посмотрел я сколько стоит фильтра а фильтров надо в запас и прикольно то что один фильтр примерно иногда некоторые фильтры стоят 15 долларов она как минимум там по 3 по 4 штуки что но чтобы то есть сейчас заказать чтобы через amazon везде и денег все я труба сейчас делал видео и владелся на мысли что иногда этот эклиф она друзья спокойной ночи надо высыпаться сегодня немного свежо здесь у нас надеюсь на воде будет не так холодно но у меня есть одеяло да и самое важное друзья что немаловажно что мы долго не будем задерживаться потому все таки середина сентября и желательно сваливается и и и